За чей счет будут прививать людей, в какие сроки подавать данные о вакцинации и где точно понадобится QR-код. В Законодательном собрании Ульяновской области рассмотрели проект федерального закона о введении системы QR-кодов для посещения общественных мест. Проект разработан для того, чтобы все граждане наравне посещали и кафе, и непродовольственные магазины. На заседании Комитета парламента по социальной политике присутствовали депутаты и приглашенные эксперты. Главный врач центральной медсанчасти Юрий Келлин поделился мнением о законопроекте. Я думаю, что медицинское сообщество поддержит любые меры, которые касаются охраны здоровья граждан. Мы все видим, что сейчас заболеваемость снижается. Это все, наверное, случилось благодаря тому, что как раз были введены определенные ограничительные мероприятия. И вот эта вакцина-профилактика, она, так скажем, получила новый виток. Сам предправительство Сергей Кучец понимает, что ограничение – это вынужденная мера. Но на данный момент это надежный способ защитить общество от вирусной атаки. Поэтому система QR-кодов, система контроля, то есть проверки подлинности сертификатов. А что такое сертификат? Это всего лишь документ, который говорит о том, что гражданин защитил себя от коронавирусной инфекции. И риск тяжелых осложнений и, не дай бог, гибели этого человека снижен до рационального минимума. Поэтому данная мера, она действительно необходима. QR-код может понадобиться и тем, кто захочет воспользоваться услугами авиа- и железнодорожного транспорта. Если закон примут, то его нормы будут действовать с 1 февраля до 1 июня 2022 года. Точный перечень мест, где потребуется QR-код, справка о перенесенном ковиде, либо о медотводе определит правительство региона. Парламентарии заслушали рекомендации активистов Общественной палаты Российской Федерации. Более 50% общественников выступили за введение QR-кодов. А население Ульяновска остро отреагировало на законопроект. В региональный парламент пришло более полутора тысяч обращений. Мнения земляков разделились. Одни выступили в поддержку новых правил, другие же были категорически против. Мнение ульяновских парламентариев тоже известно. Трое депутатов проголосовали против, двое воздержались, а остальные были за. Далее федеральный законопроект рассмотрят на заседании парламента.